так добрый вечер друзья пришло наше время особое время может назвать уже как-то по-другому такие предложения есть увидим это все клуб будущего я так считаю ну посмотрим поехали так очередное испытание вспоминаем слова урдемова повезло железову живет сибири сибири наступили морозы морозы предельные вот я много показывать не буду каждый час по центральному телевидению по нескольким каналам показывают с ужасом что творится в сибири это просто под руку подвернулась вот эта информация так начинается видите как начало лета как пустыня начале идет плюс 30 жара с апреля это уже было уже подумали все думали все ребят все красота мужики в трусах вот и так все лето жили не поживали мечтали переходить на бананы апельсины выращивать вот и наконец кузбасс один из новых полюсов холода вот столбик упал вниз вот человек сфотографировал свой этот как он называется градусник минус 52 а вот это уже антон сафронов это тоже кузбасс скорее всего чуть южнее где находится новокузнецкого ну догадывайтесь промышленное сердце кузбасса вот здесь живет антон валерий сафронов вот здесь было 46 47 смотрите значит впереди испытания то что их не выдержит это испытание садоводы не вне сады которая выращена из каких попала саженцев а если саженцы были хорошие то может быть все не так посажено не так не то и в испытании настоящие но посуду как наши переживут вот теперь мороз подходит к нам у меня было 46 красном хуторе так утром полгорода не могли все на башке было 34 на башке не могли за многие завести машины вот но у нас все испытание впереди она идет оттуда вот куда запада на восток так теперь значит давайте пошел это письмо она для меня важно и потому что сразу ностальгия одолела уважаемый валерий константинович переживаю за вас бесценный опыт предлагаю для продвижения вашего дела привлечь науку для этого создать не коммерческую организацию мпо общество экспериментального садоводства новый сад ключевое слово экспериментальная но ни в коем случае не альтернативная я всегда подчеркиваю что моя наука альтернативная сколько для приверженцев классического садоводства альтернативно это как красная тряпка для быка и что главное это ключевое слово пробудит интерес у молодых или пробудит как правильно интерес у молодых ученых так я думаю надо спасать и распространять ваш опыт для начала на общественном уровне а там глядишь и на государственный перейдет создав НКО можно будет уже на более высоком уровне обратиться к официальным научным гридациям с предложением сотрудничества с уважением бывший садовод пенсионер анатолий говорит больше садоводов не бывает так же как не бывает бывших этих самых чекистов так же как не бывает бывших военных сколько бы нам не было лет оружием мы всегда можем взять руки и сад посадить в любом возрасте так что анатолий головен вы себя зря назвали бывшим так и вот я под впечатлением от этого письма я не то что принял штуки с какой-то внутренней обидой принял штуки я не среди никому обращаться никим реализации в предложением сотрудничества не буду вот теперь наступил такой момент когда если им действительно захочется чего-то добиться погон орденов у них другого варианта нет у них полный тупик мы об этом будем говорить звание вот этих степеней разных плыть до академика чтобы если дальше двигаться пусть они теперь обращаются к нам любителям вот так сложилось вот почему я пишу тогда был шанс был момент когда я обращался я был более серьезно говорю время было другое у людей горели глаза мы садили сады у нас все получалось вот а наука все так же в стороне они все это им не интересно у них свои задачи такое впечатление что они даже забыли зачем они нужны вот нищета от нищего ждать бесполезно наука полностью разделе разули вот и что получается а получается следующее я обращался через средства массовой информации говорил я буду пятым десятым двадцатым там пусть передо мной будет 20 фамилий давайте двигаться давайте я все вам дадам там технология дам вам это самое все наработки вам придется с тридцатого тридцать пятого года сразу это скакнуть тут же вот теперь уже шансов нет это понятно пенсионер анатолий головин он конечно может толковый но время ушло вот или теория заговора специально ну в общем так я чтобы не было так грустно я вот сейчас еще раз ну каждый десятый из вас знает это на самом ногу вот остальные наверное не знают вот я решил учитывая что действительно нас когда-то было трудно не заметить но все-таки сделали вид что мы не существуем я я в качестве примера сейчас приведу ее почему потому что это особый уникальнейший случай это понимаете я так же говорил с таким людям односолнечной фамилии а она в этом списке надо быть первая все академические учреждения должны были у это это самое стоять возле ворот и говорили калитки пустите нас понимаете сейчас я вам скажу что это было вот а если тогда это оказалось не нужно почему я упомянул дочь сейчас поймете вот это вот фотография однажды прислала мне татьяна сану когда была жива меня поразила вот это самое как это не пчела это оса меня поразила это оса потому что с яблок еще не созревших они никогда не пьют сок никогда потому что ты у нас яблоки все с кислинкой все в сибири до единого даже мои самые раскрученные мелбы и квинти хоть капельку но это и на дерево не жрут упадет яблоко насчет гнить сработается кислота тогда на нем накинуться целые орды и волосы пчел и этих самых кто только не жрет и бабочки и муравьи все а вот это было чудо когда я искал что это чудо нам не прислал еще фотографии вот видите это чудо самый почему я дальше в этом году дело в том что ее сад выращен из семечек вот и этого не может быть никогда потому что если бы одно то ладно сейчас попробую расширяет я написал почему потому что и сейчас еще можно это спасти я написал это молодильные яблоки как татьяне сам не спастись от тяжелой болезни подсказка с неба вырастить фруктовый сад потом я вспомнил где у меня есть информация ней и взял оттуда вот этот пока только вот этот кусочек считай внимательно это не шутки и потому что она как инопланетянка она совсем другого мира у нее какая-то связь с небом была еще когда была жива связь самой природы она как сама часть природы вот смотрите что было когда мы познакомились и подружились я очень сильно болела не доверяя врачам решила что лучше умру дома без лишнего мучительства но когда надежды практически уже не было я увидела во сне сыплющийся откуда-то сверху сплошным разосветным потоком спела яблоки при соприкосновении они издавали скрипучий шепчущий звучок и в нем слышалось съешь яблоки съешь яблоки проснувшись я рассказал дочуле свой сон и мы решили попробовать для этого ей пришлось рискнуть и оставить меня без присмотра на пару часов потому что магазин есть только в соседнем поселке а своих яблок уже не было оля привезла садки яблоки смогла скормить мне половину чудесного свежего фрукта мне резко стало легче от одного их запаха я уснул и впервые за долгое время попала не только страшный кошмар а в большой уже знакомый мне яблоневый сад потом я выздоровела с тех пор я совершенно осознанно отношусь к ним с уважением и пощением а не только любя их плоды и красоту я никогда ничего не обрезаю за исключением тех случаев если кто-то отсохнет или выломает ветер когда начались просьбы сделать саженец я уже начал думать о том что надо как-то научиться прививать как это делают все я снова увидела сон после которого навсегда оставила мысль заняться прививками мне дали понять как будет правильно нужно делать клоны на своих корнях а для начала брать корневые отпрыски многие из моих яблонь склонны куститься растут два-три ствола появляется прикорневая поросль все излишки я стала отсаживать потом заметила что лежащие на земле ветки прирастают из этих отводка получается полноценное растение на своих корнях вот теперь значит я решил мы не часто вспоминаем таких людей я сказал себе полезаем в архив помните я когда-то говорил что у меня есть архив он особый таких архивов больше нет нигде и никогда вот и мы сейчас окажемся в удивительном мире я когда готовился лет два назад я начал готовиться я нашел и этот самый это диск номер 7 он у меня продается вот и здесь есть введение пути селекции это уникальные вещи потом у меня будут ниже прочтем сегодня и в следующий раз что меня опять по морде мол все это науки так известно вот на самом-то деле я больше это не так но кому-то хочется по пути пнуть и вот это вот когда-то кто этот диск он уникален он должен стоить где-то так скромно миллион не рублей это много миллион долларов но он продается за 300 рублей а здесь есть уникальная вещь вот этот кусочек смотрите смотрите